доброе утро дорогие друзья добрый день добрый вечер ну вот и вернулась теплая погодка и солнышко сочи никто не знает насколько но в любом случае приятно вроде бы на днях уже опять дожди но небо прекрасно мы вроде как сегодня собрались на красную поляну погулять и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Девчонки едут веселые очень много народу сегодня здесь потому что погода красота солнечная хотя здесь и прохладненько смотрите какая красота сзади меня там кстати гостиница golden tulip жили там два раза когда помните были времена это шестнадцатый семнадцатый год вот там в самом конце есть зал здесь проходили в начале января рождественские встречи Григория Лепсона потом почему-то все отменили жалко хорошие мероприятия было друзья чтобы я не нашел не важно где не важно в каком городе в какой стране в горах и на море еще где-то и я не нашел французского бульдога это буду не я посмотрите какой черный карапуз что-то ищет что-то ищет наверное хочет поприсукать или что-то поделать этим источники не будем тебе мешать немножко помешали на французику ну ничего страшного тяу-тяу-тяу-тяу ну ничего страшного черчхелка любимая галентины ой какая красота я не слышу а сразу снимай да ты не пойду а уже все скрытая карта вишня килограмм тысяч рублей чернослив тысяча двести да ну и цены дорогие друзья что я могу сказать вчерашний день какой же был прекрасный но сегодня было ожидаемо прогнозу туман снег ну знаете это не мешает молодым пацанам чем-то заниматься не знаю что это такое куда они пойдут в поход какой-то или еще что-то какие-то учения там у них руководитель бедный в такую погоду там он совсем малыш стоит маленький открывай подпольная кличка композитор открывай мы пришли в гости ну дёрни ручку что у вас открытая может быть нет не открытая и долго она будет звонить да там а какой этаж 17 боже мой какие люди сегодня в ресторане да я как-то не припара и что ты снимаешь а ты звезду не одел сиськами в смысле это самое привет дорогой я закрываю раз уважаемые все проходите ну как бы ничего не готово боже как стало красиво здесь конечно для влога ага теперь ты меня остановишь выключи звук пожалуйста сделай потише пожалуйста а я не понял а что ты почему он у меня усов здесь потому что мы разберем потому что что это испанец это сломался видишь я же выкладывал ты же все видел как холодным с подогревом пол слава очень не хочется чтобы я показывал квартиру ребят я же здесь жил помните когда там но я вам хочу показать конечно же кирпичная лофтовая стеночка серая появилась этого не было ничего появилось все серенькое красивенькое кирпич эксклюзивный я знаю славы да уже все меня уже не остановить извини нет 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 все и наконец таки диван этот роскошный большой диван роскошный с видом на в Сочи тоже потрясающий можно сказать иди просто как здесь страшно посмотри сюда как страшно композитор не бойтесь он не хотел прийти а пошел вот он владелец этого канала только из-за того чтобы ему снять выпуск понимаете я позвать пришел вот пофиг на друзей вот зову готовлю все делаю приходите говорю вот пошел только о точно я же выпуск снимал буду весь день монтировать мне некогда есть в этом конечно частичка правды только инфоболок частичка правды есть в этом не частичка а 90% начнем с этого какие котлетки малютки а ты знаешь что Хитря Юбович просил все по чуть-чуть передать да конечно ее сделают смотри даже рыба сделана без соли и без перца для него специально и котлеты без соли прям как семью рыжок встречали но к сожалению когда Хизя сказал что плохо чувствовать не пойдет пришлось немножко подсолить конечно но чуть-чуть конечно но вот это самое в общем так как есть да кто кто тебя цапают обязательно товарищ компонент хорошо несмотря на то что дождь а мы прямо вот здесь за углом живем надо же доброе утро дорогие друзья ну вчера пришлось прекратить съемку конечно чтобы друзья не обижались что я прихожу только поснимать поэтому немножко посидели и поболтали и покушали вот всем доброго утра еще раз что по погоде сегодня собственно говоря немножко лучше чем вчера но не так хорошо как позавчера по крайней мере дождя нету но вот так вот как-то облачно вот я уже с утра проснулся кофеек все дела хочу поблагодарить ребят всех за поддержку за ваши комментарии Владимир читает ему так приятно и столько людей позвонило в общем спасибо вам огромное я конечно же с вами согласен что нужно я каждый раз себе одно и то же говорю ну возьми ты какие-нибудь вопросы подготовь потому что во время монтажа вот такой сидишь монтируешь думаешь блин чего ты это не спросил чего ты это не спросил хотя когда ты начинаешь готовиться получается совсем другой формат не такой какой-то какой-то шаблонный такой сидишь вот это вот зачитываешь но все равно хоть какие-то темы нужно как-то прописать чтобы и общаться уже в такой дружеской обстановке у меня кстати есть еще на будущее запланировано одно видео тоже с известным человеком поэтому постараюсь подготовиться чтобы было еще больше интересно но в любом случае спасибо вам всем за отзывы за просмотр так помните когда я спрашивал по поводу вопросы про Сочи вопрос был такой какое у меня самое любимое кушанье тогда когда я приезжал раньше в Сочи и приготовил бы я это сейчас вот кстати моя ачма это как раз блюдо можно сказать из моего детства потому что первый раз я попробовал его здесь в годах наверное 90-х поэтому оно одно в принципе одно из самых любимых а что еще мы здесь ели я уже тоже рассказывал это первая шаурма которую я попробовал это было здесь не помню какой год там 90-91 вообще не помню а может вообще 80-е конец она была здесь необычная сейчас такую уже не найти нигде она была во-первых в пита такая булочка которая разрезается ну в пите мы найти можно в принципе в Москве вот какое мясо не помню что добавляли тоже не помню но помню что были солененькие огурчики была морковка по-корейски и в общем все это как-то вместе придавало просто невероятный вкус который я не могу забыть ну и попробовать тоже в памяти возобновить не могу где бы я не пробовал все это по-другому тогда кстати не добавляли вот эти майонезные соусы чеснока по-моему даже не было вот но очень была вкусная и на торговой галерее она здесь всегда продавалась вот ответил на вопрос сейчас еще прочитаю один а вопрос был такой сколько я прожил в Сочи дело в том что ребята я в Сочи вообще не жил а так все время рассказываю как будто бы я здесь провел свое детство отрочество и юность но ощущение так потому что мы приезжали сюда абсолютно каждый год все мое детство все школьные года да и не только школьные когда я совсем ребенком был маленьким но по-моему как-то меня здесь оставляли прям надолго вот надо уточнить у мамы я не помню на сколько когда совсем был маленький а так максимум я здесь был три месяца каждый год на лето приезжали либо с родителями ну с родителями как минимум приезжали на месяц но иногда я помню меня оставляли в 94 году точно оставляли когда дедушка погиб на все лето так что ну с бабушкой здесь побыть в принципе все просто каждый год это было и каждое каждое лето поэтому не жили мы здесь я не жил по крайней мере здесь так что прям родился-то я в Подмосковье а то у меня родители здесь все родились вот так ну наверное буду все заканчивать это видео записано несколько дней и Красная Поляна и в гостях вчера у Славы и вот сегодня уже третий день я сейчас скорее всего поеду в одно место ну тоже поснимаю все пока заранее не буду говорить все всех обнял приподнял поцеловал все сделал спасибо вам большое пока-пока пока-пока Продолжение следует...